всем здравствуйте меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале один из моих коллег спрашивает меня как я делаю прогнозы дело в том что коллега еще не обладает знаниями о таких вещах как прогрессии дирекции и поэтому я хочу сейчас сделать видео и для него персонально также и для моих зрителей но для того чтобы сделать какую-то какой-то прогноз конечно мы должны знать вообще время рождения человека не только дату не только место показываю вам некую дату некую скажем какой-то человек да некий человек без имени без фамилии ну скажем родился он 10 апреля 1964 года ну пускай в 12 часов дня посмотрите пожалуйста на вот эту сетку домов и расположение вот этих планет для того чтобы нам сейчас увидеть когда же что-то случится и что именно случится в его жизни необходимо чтобы мы открыли символические дирекции и и Следующим образом. Ну вот, скажем, сейчас 24 сентября 2021 года. Естественно, для того, чтобы понимать, куда мы идем, необходимо знать всю небесную механику. В частности, за что конкретно отвечает та или иная планета. И мы сейчас здесь видим, что конкретно вот у этого человека возможны некие проблемы в жизни. Почему мы с вами видим? Да потому что мы с вами знаем прекрасно, что, например, Плутон отвечает за некие серьезные колоссальные потери. А, например, Меркурий, он отвечает за общение, документы, поездки. Конкретно в карте этого человека, да, потому что мы с вами понимаем, что мы же говорим про конкретного человека. Меркурий отвечает за 12 дом некие тайны и за 4 дом, за семью, род, традиции. И мы можем сказать, что этот человек может запросто потерять на чем-то там или на ком-то в поездках, да, то есть где в поездках, из-за чего в поездках, да, из-за каких-то тайн, за границу, а также экспорт-импорт. Если этот человек занимается бизнесом или музыкой, то он может потерять даже голосовые связки. Посмотрите, пожалуйста, на этот Плутон, он всегда за потери. И здесь вот конкретно этот Плутон стоит очень точно в оппозиции к Меркурию. То есть человек может потерять не только свой бизнес, если он основанный на экспорте-импорте, но еще, возможно, потеряет, например, гражданство той или иной страны, да, или его могут выгнать из страны, если он живет за границей, депортировать из страны. А как депортировать? Да, очень надолго, потому что Плутон это очень серьезная планета. А посмотрите, пожалуйста, Плутон при этом стоит в пятом доме, да, он вошел в пятый дом этого человека. То есть потери из-за кого? Из-за любовников, из-за детей, потери детей, ссоры с детьми, да, если есть у этого человека дети, то ссоры с детьми, потому что пятый дом это всегда дети. Если это женщина, если человек где-то путешествует, то мы говорим, что надо быть очень осторожным, потому что человек может попасть в аварию, Плутон не шутит с Меркурием. Меркурий всегда отвечает за передвижение. Конкретно где Меркурий, за что отвечает в карте этого человека? Да вот, пожалуйста, одиннадцатый дом это либо приемные дети, то есть мы говорим о том, что детей нельзя в этот период человеку удочерять, либо усыновлять. А также где Плутон вошел в пятый дом. Почему? Потому что любовник будет против, либо потому что любовник вообще уйдет. Кстати, с любовником разрыв запросто может быть здесь. Уран подходит, да, к этому пятому дому, и Плутон подходит к этому пятому дому. То есть для начала мы что делаем? Мы сначала анализируем, какие планеты в гороскопе человека за что отвечают. В принципе, сам гороскоп человека мы анализируем. А потом мы точно так же, как и транзитной техники, наблюдаем за планетами, которые так или иначе становятся по отношению к планетам гороскопа этого человека. И мы понимаем, какие явные изменения ждут этого человека в этом году. Соответственно, если мы знаем момент рождения, то тогда мы ставим такие метки, как аспектация домов гороскопа. Мы хотим знать, где, какие дома гороскопа подвергаются тому или иному влиянию символических планет. Самые основные дома гороскопов, естественно, это 1, 4, 7, 10. Например, в 2025 году у этого человека 4 дом выходит из знака зодиака скорпион и заходит в знак зодиака стрелец. О чем это говорит? О том, что у этого человека может быть пополнение в семье. Четвертый дом это традиции, а также и в стрельце человек может эмигрировать. В его дом может приехать огромное количество родственников. Дисцендент, символический дисцендент, делает тринг к Нептуну этого человека, то есть к гороскопу этого человека. Мы тоже говорим, что дисцендент это очень такой серьезный показатель в карте нативов. И здесь Нептун, скорее всего, этот человек выйдет замуж за какого-то иностранца, потому что дисцендент это официальный партнер. Возможно, он будет знакомиться с очень многими просто деловыми партнерами, уже смотрим деловую сферу в карте этого человека непосредственно. Или в его жизнь придет кто-то, кто будет продвигать его на телевидение, либо его картины, которые он сам рисует, либо песни, которые он сам пишет, будут слушать и будут продвигать его официальные партнеры. Люди, с кем он непосредственно работает, с кем у него деловые крепкие связи, либо его официальный супруг или супруга, потому что дисцендент это супруг. Прогрессия Прогрессии бывают разные, например, один день, один год, один день, один месяц. Давайте посмотрим на один день, один год. Что такое прогрессии? Прогрессии это тогда, когда человек сам морально уже готов к тому, чтобы какие-то изменения сделать. Не факт, что эти изменения случатся в его жизни, потому что иногда, глядя на прогрессии, человек просто не готов, мы можем прогнозировать прогрессии, но человек просто не готов сделать этот шаг, не готов. И он его не делает, просто не делает, ему страшно этот шаг сделать. И он не делает, то есть если символические дирекции, мы говорим о том, что событие придет неотвратимо, то прогрессии это такое, знаете, вот человек почувствовал и сделал, а не почувствовал, не сделал, тоже жизнь-то продолжается. То есть прогрессии я беру очень часто для тех людей, кто интуитивен, кто живет интуицией. Вот я вижу, например, в гороскопе человека очень много воды, водная стихия очень хорошо заполнена. То все мы говорим о том, что да, действительно человек запросто может какие-то действия совершить, но это от него уже зависит, будет ли он их совершать или нет. И здесь вот говорить о том, что это событие свершится стопроцентно, но это как бы я не берусь. И здесь то же самое, мы смотрим, как совпадают планеты по этому кругу и как совпадают куспиды домов по этому кругу, где, с какими планетами. И мы смотрим прогрессия, например, что в прогрессиях интересно. Вот эти планеты, которые большие, дальние, социальные, они практически остаются на одном и том же месте в течение всей жизни человека. То есть вот как он с ними родился, вот так они и будут стоять на одном месте, практически не шелохнувшись. Особенно если это касается Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона. И они как бы остаются на месте, никуда не двигаясь, ну едва-едва двигаясь. Вот, например, Сатурн, там, представьте, человек родился в 60-м каком-то году, и вот он едва-едва ушел на 4 градуса от своего натального положения. И быстрее всего, естественно, двигается Луна, потому что Луна, она самая быстрая планета, в принципе, у нас на нашем небосклоне. И, соответственно, по Луне мы можем сказать, что человек чувствует у себя в быту. За каких-то пару месяцев Луна уже выйдет, скажем, из знака Зодиака Телец, вот 2023 год, я сейчас смотрю, и уже станет знаки Зодиака Близнецы. И вот пройдет еще несколько месяцев, Луна перейдет в знак Зодиака Рак. Естественно, мы интерпретируем, как же человек чувствовал себя, там, скажем, 2 месяца тому назад, когда его Луна находилась в знаке Зодиака Телец, и как она чувствует себя спустя 2 месяца, когда Луна находится в знаке Зодиака Рак. Ну вот, вы знаете, прогрессии, да, я, конечно, их люблю, но еще раз повторюсь, что это очень интуитивная техника прогнозирования. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я за звездный позитив!